Артём Каменистый. Самый странный нуб. Книга третья. Боги второго мира. Кусты были так себе. А что ему оставалось сделать, если поблизости ничего более подходящего не наблюдалось, а счёт шёл на секунды? Стоика тварей, неожиданно выскочившая из-за рощицы слева, не оставила выбора. Бежать от созданий, которых разработчики игры наделили конечностями рекордной длины, плохая идея. На открытой местности эти длинноноги догонят за минуту, и это при условии, если не будут торопиться. Ужрос насмотрелся на всяких созданий второго мира, так что по одному лишь внешнему облику может определить, на что они способны. Слабых противников в этой местности он уже второй день не встречал, и надеяться на то, а что именно эти окажутся ему по зубам, не стоило. Расстояние не позволяло определить детали вроде уровней и хоть каких-нибудь характеристик, но игровая логика подсказывала. Монстры размером с упитанного бычка – это серьёзная проблема. Даже игроку сотого уровня не просто с таким справиться, а Рос до этой планки серьёзно не дотягивал. Со стаей и 150-му не рекомендуется связываться. За пять дней пути Рос много чего пережил. Уничтожил несколько десятков монстров, из которых 13 было новых, за них дали набор неплохих достижений. Пару раз при этом находился на волоске от смерти, спасаясь за счёт неплохой экипировки, высоких характеристик и набору разнообразных заклинаний. Особо выручала способность самолечения. Открыл неизведанные территории, ведь не всегда было возможно продвигаться по прямой, указанной на карте. Да и его способности позволили тщательно документировать почти всё, на что падал взгляд. А с помощью нового драгоценного куба преобразования создал шесть предметов, аналогов которых во втором мире не имелось, за что тоже получил много чего полезного. Один из предметов, браслет, вышел очень даже недурственным. Рос рассчитывал получить за него никак не меньше 7-8 тысяч золотом, а может даже все 10. Всякое случалось по пути, но даже в самых трудных ситуациях нить его игровой жизни не прерывалась. Он ухитрялся не встревать в ситуации, откуда оставался лишь один выход на перерождение. Осторожность, внимательность, толика везения. Шаг за шагом он приближался к цели, ведь смерть – это неизбежный полёт назад, на рудник Агитрика, на старт, и получится, что пять дней потеряно. Кто знает, вдруг правители запертых земель выдали аналогичное задание и другим игрокам. Если им повезёт больше, то Рос зря надрывался всё это время. Если твари его заметят, придётся начинать заново. Остаётся молиться на хлипкие заросли и прилично прокачанную маскировку. Ну и шевелиться не стоит, и моргать, и дышать надо через раз, а лучше через два. Перед глазами едва заметно шевелился один из немногих листиков, что зеленили низ куста. Несмотря на полное отсутствие ветра, он непрерывно подрагивал, будто его, как и Роса, колотила нервная дрожь. Оливкового оттенка, сильно вытянутый, заострённый, похожий на ивовый. Отчётливо различалась центральная длинная жилка, от которой разветвлялась сеть тончайших вспомогательных. На основании бугрилась красно-бурая бородавка, размером со спичечную головку. Она выглядела столь чужеродно, что даже бесконечно далёкий от ботаники человек мог догадаться, что это какая-то болячка или гнездовье паразита. Рос как-то отстранённо удивился. Раньше он не очень-то обращал внимания на подобные малоинтересные мелочи. Детальное отображение древесного листа и мучившего его недуга поражали. Для игрового процесса не играло роли, есть ли на нём жилки и насколько сложна их система, не говоря уже о прочих. Но силы, управляющие миром, считали иначе, не пренебрегая даже самыми бесполезными мелочами. Интересно, что будет, если взглянуть на этот лист через окуляр микроскопа? Разглядишь клетки, а дальше мембраны, ядра, а ещё дальше молекулы, атомы, протоны и нейтроны, кварки или что там должно быть в самом конце? Не самые своевременные мысли, но голове не прикажешь, почему ты именно об этом решила задуматься. Мобы, тем временем, не торопились уходить, затеяв в паре сотен шагов от укрытия Роса непонятную возню. Несколько, держась тесной кучкой, упорно долбили сухую землю громадными утиными клювами, помогая массивными передними лапами, вооружёнными короткими толстыми когтями. Остальные, обступив их со всех сторон, не шевелились, внимательно наблюдая за странной деятельностью сородичей. В тот миг, когда Рос в очередной раз отвлёкся на созерцание листвы, укрывшего его кустарника, случилось нечто неожиданное. Из ямы, которую успели вырыть мобы, взметнулся столб из пыли и комков земли. Росу, незнакомому с военным делом, показалось, что там взорвался снаряд. Не хватало лишь грохота и пламени с дымом. Основная масса мобов, до этого стоящая без движения, одновременно сорвалась с места, шустро набросившись на что-то, скрывавшееся под землёй. Несмотря на приличное расстояние, по ушам ударил пронзительный визг, полный смертельной боли и страха. После чего он затих так же мгновенно, как и возник. Стая минут пять провела в яме, сбившись в почти монолитную колышащуюся кучу. Затем мобы, перестав суетиться, с ленцой потянулись в сторону рощи, вскоре скрывшись из виду. Рос помнил поговорку, что именно любопытство сгубило кошку. Но продолжать путь, не узнав, что именно заинтересовало тварей под землёй, не мог. Выждав около получаса и убедившись, что ничего подозрительного не происходит, он осторожно подобрался к месту раскопок и взглянул вниз. На дне ямы обнаружился провал с ровными стенками. Дно его было завалено комьями упавшей сверху земли и обломками чего-то, похожего на светлую керамику. Или, скорее, скорлупу гигантского яйца. На этом мусоре лежал скелет неведомой твари. Размером с корову, а то и больше, с длинным тончайшим хвостом рептилии или крысы, шестью конечностями и крошечной плоской головой. Ничего подобного Рос никогда не видел, но, судя по габаритам, клыкам и когтям, встреча с подобным созданием не могла закончиться ничем хорошим. Спустившись, коснулся кровавленного костяка. Детеныш нелетучего айга. Внимание! Вы обнаружили останки существа, отсутствующего в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение. Плюс один ловкость. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение. Неутомимый исследователь монстров. Бонус достижения. Плюс три наблюдательность. Плюс два перенос грузов. Плюс один сущность вещей. Плюс один удача. Плюс один разум. Две нераспределенные единицы вторичных базовых характеристик. Одна нераспределенная единица дополнительных характеристик. Открыто достижение. Непревзойденный исследователь монстров. Для закрытия достижения откройте самостоятельно сорок пять монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения. Случайный. Рос усмехнулся. Пожалуй, ему и правда стоит заглянуть в Академию магии. Не за новыми заклинаниями. Хотя и про них тоже не стоит забывать. Все дело в открытых мобах. Одних только простых. За ним уже сорок единиц числится. А ведь даже за одного открытого полагается какая-нибудь приятная плюшка. Что же они подарят за такой опт? Толстая жаба плотоядно облизнулась, рассчитывая на лакомый кусочек. Только для начала надо как-то до этой Академии добраться. Скелета дарил Роса набором клыков и когтей. Пусть полежат в сумке. Глядишь, пригодятся на что-нибудь.